Один человек получил ранение вследствие атаки россиян по селу на Купенщине. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура. По их информации, враг атаковал село Куриловка около 9 утра. Населенный пункт обстреляли из артиллерии. В следствии атаки получил ранение 47-летний мужчина. Повреждены жилые дома и хозяйственные сооружения. Готов! Дроны СБУ наделали шуму в Ростовской области в ночь на 18 июня. Там были атакованы нефтебазы «Азовпродукт» и азовский филиал «Доннефтепродукт», который в целом насчитывают 22 резервуара с топливом. О том, что это была спецоперация службы безопасности, сообщают украинские СМИ. После успешных атак на российских объектах начались мощные пожары, а местные жители жаловались на то, что очередной дрон долетел до цели. Россияне планируют вновь наступать на Боровое, что в Харьковской области. Для этого оккупанты нарастили боевой кулак. По информации Дипстейт, захватчики перекинули на участок от Райгородки до Нововодянова до 10 тысяч человек личного состава, а также 450 единиц вражеской техники. Этот участок находится в 20 километрах от Борового. В Дипстейт отметили, что ту линию обороны удерживает 3-я штурмовая бригада. Однако оккупанты преобладают, в частности, количеством. Они ведут интенсивные штурмовые действия по всей полосе наступления. Также в Дипстейт рассказали, что последние три недели враг на том участке проводит подготовительные мероприятия в виде прощупывания слабых мест в обороне БСУ. Окупанты теряют людей, но еженедельно прибывают от двух до четырех сотен свежемобилизированных оккупантов. В Украине появится танк ПВО. Необычную технику для сбития вражеских целей предоставит концерн Rain Metal. Об этом сообщает The Telegraph. По их информации, концерн планирует установить свою современную зенитную систему Sky Ranger на корпус танков Leopard 1. Таким образом, Rain Metal создадут новую машину для укрепления обороны Украины. По прогнозам, Франкенштейн сможет сбивать как дроны, так и ракеты. Теперь никакого роуминга для украинцев, выезжая в ЕС. Президент Украины подписал соответствующий указ. Согласно документу, теперь будет единая роуминговая зона с Евросоюзом. Теперь во время поезда в ЕС звонки, СМС и передачи данных включены в домашний пакет услуг. Соответственно, услуги роуминга предоставляются без дополнительной платы. Работает это и в другую сторону. Пользователи европейских операторов, которые едут в Украину, также не будут платить дополнительные деньги за связь.